На прошедшей неделе Анатолий Локоть рассказал журналистам об итогах стремительно уходящего 2014-го. Как городоначальник оценивает то, что произошло в этот непростой год, и что удалось комбанде нового мэра сделать за прошедшие 8 месяцев. Я люблю тебя, мой милый город, мой Новосибирск родной. Это вроде бы уже традиционная встреча мэра с журналистами. И для Анатолия Локтя, который получил поддержку избирателей всего несколько месяцев назад, первое публичное подведение итогов. Надеюсь быть услышанными избирателями города Новосибирска, новосибирцами, что удалось сделать за тот период, который я возглавляю мэрию. Глобальные негативные тенденции в экономике страны сказываются и на ситуации в регионе. С этим в первую очередь связаны трудности формирования городского бюджета 2015-го года. Поэтому в Новосибирске ищут нестандартные решения, которые бы помогли пополнить доходную часть бюджета. В этой ситуации особое значение имеет консолидация политических и общественных сил города. Тем более, что непростые выборные кампании прошедшего года привели к расколу руководящего звена в регионе. Мы сумели наладить нормальные деловые отношения с Советом депутатов города Новосибирска. Консолидация привела к тому, что избрали председателя нового, избрали заместителя. Депутаты сами принимают это решение, но без определенной политики, которая проводится в городе, ну, конечно, этих решений достигнуть было бы сложно. В городе ведется и серьезный аудит эффективности работы муниципальных предприятий. В первую очередь в поле зрения попали городские парки и скверы, которые еще до недавнего времени подвергались бесцеремонному бизнес-вторжению. Должим прямо сказать, мы в этом отношении больше не намерены давать возможности развивать, использовать вот эти территории для того, чтобы кто-то наполнял свои карманы. Ревизия использования земельных участков уже стала источником пополнения бюджета. Более 800 миллионов рублей такими стали результаты работы с должниками и поступления от продажи ПТП-8, когда цена предприятия увеличилась в два раза от первоначальной стоимости активов. Главное наследство такое, самое серьезное, которое нам досталось, это Сибмост. Но претензии к городу со стороны организации, уважаемой организации, в размере 2,5 миллиардов рублей, на наш взгляд, совершенно необоснованно. Первый раунд в арбитражном суде в споре за 2 миллиарда город уже выиграл. И несмотря на то, что Сибмост оспорил это решение, мэрия и дальше намерена последовательно отстаивать свою позицию. В условиях секвестирования бюджета пересматриваются расходы и на муниципальный аппарат. К примеру, сокращение представительства города в Москве будет ежемесячно экономить почти 400 тысяч рублей. Напоминаю, что в целом у нас произошло изменение структуры, пересмотр управления мэрией. Количество моих заместителей существенно сократилось с 9 до 5 на сегодняшний день. Одним из наиболее значимых трендов последних месяцев стала и открытость в работе муниципалитета. Новосибирцы должны понимать, как принимаются решения, принимать участие при подготовке этих решений. Мы делаем сегодня серьезные шаги для того, чтобы работа мэрии была открытой, чтобы был открытый диалог с общественностью, с общественниками. В первом чтении принят нормативный акт об упрощении проведения публичных слушаний. Более открытым стал доступ к информационным базам об использовании земельных участков. Создан общественный совет, в который вошли люди, имеющие в городе безусловное влияние. Но в команде удалось изменить и отношение к точечной застройке. О намерении ее прекращения Анатолий Локоть высказался более чем определенно. Развивать город путем точечной застройки дальше нельзя, это очевидно, по-моему, всем. Нам удалось принять решение по ряду знаковых объектов. Это и со строительством Макдональдса. Это решение, касающееся Нарымского сквера. Я напоминаю, вот те площадки, по которым нам удалось остановить. Мы будем продолжать эту работу. Но самый главный ресурс Новосибирска, по мнению мэра, это его люди. Поэтому на потенциал инициатив горожан мэр намерен опираться и в новом году. Новосибирска